От города Снегурочки городу невест 7 июля в Иванове впервые прошел полумарафон «Красная нить». Флаг полумарафона, как эстафетную палочку, костромячи вручили ивановцам в ходе торжественной церемонии открытия большого спортивного праздника. Мы очень старались и очень рады видеть здесь у нас в гостеприимном Иванове спортсменов, которые занимаются бегом. Три, два, один, стой! Друзья, отправляйся, отправляйся, ваши прекрасные стартовые колонны, вперед! На старт проекта «Бегом по золотому кольцу» в Иванове вышли более 2000 спортсменов. И хотя бренд города невест прочно закрепился, мужчин забегов было в два раза больше. Пока мужчины лидируют среди спортсменов, но женщины подбираются уже к ним вплотную. Можем сказать, что за последние два года на 20% примерно выросло количество девушек, которые бегут вместе. Несмотря на упрямую статистику, девушки решили сделать праздник особенным. Украсили свои головы фатой. В Иваново это первый старт, первый полумарафон, поэтому, естественно, хочется пробежать и посмотреть, потому что первого больше никогда не будет. И также у меня фамилия Иванова, и вы Иваново в Иваново, это просто такая классика. Ну и хотелось поддержать, как амбассадор бегового проекта, флешмоб, то, что все в поте, и это очень, мне кажется, интересно. Маршрут полумарафона проходил по центральным живописным улицам областного центра. Это обстоятельство, хотя и вызвало большое недовольство со стороны автолюбителей, зато не оставило равнодушными бегунов из других городов. Для меня проект «Бегом по Золотому кольцу» безумно любимый, интересный, я его обожаю всем сердцем, я стала его амбассадором, потому что ты совмещаешь две важнейших своих страсти – это увлечение бегом и путешествия. Поэтому проект прекрасный, и я его безумно люблю. На трассе много спусков и подъемов, поворотов. Маршрут полумарафона показался трудным даже опытным участником. Хорошо, что погода не подвела. Погода вообще, вчера ехали из Москвы, дождь всю дорогу поливал. Думал, ну хоть, пожалуйста, пожалуйста, чтобы не было дождик. Супер, вот погода прям, организация прям вообще классная, потому что мне понравилось. Вообще, ну, в большинстве городов я бегаю, поэтому, ну, стал бегать, не бегаю, стал бегать, простите, поправка, потому что это у меня шестой полумарафон. Вот, что еще? Ну, все просто великолепно. Символично, что победительницей забега на дистанции 10 километров стала Ирина Салова из Шуи. Я очень рада, что наконец-то такой пробег, такое большое спортивное мерярие, как Рашранин. Наконец-то оно добралось до Иваново. Я надеюсь, что сейчас своей победой выдушивлю всех наших депутатов и всю администрацию, чтобы побольше проводили таких мероприятий, побольше вкладывали. В общем, я хочу посвятить эту победу всей своей Ивановской земле. Такой спортивный праздник должен стать регулярным, считают его участники. И хотя провести полумарафон в Иванове удалось не с первого раза, все организационные сложности преодолены во многом благодаря поддержке спонсоров. Я уверен, что этот спортивный праздник для нашего города станет традиционным и полюбится и жителям города, и его гостям. В проекте «Бегом по Золотому кольцу» 12 городов. Старт в Иванове – шестой по счету. Фактически адекватер бегового сезона. И стафетную палочку из рук ивановцев примет город Рыбинск. Любовь Почерникова, Антоний Логинов, РТВ Иваново.